Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. И далее мы приступаем уже к установке детских и спортивных площадок и зол. Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается. Объем финансирования на этом только детском саду – это 8 миллионов рублей. В округе ремонтируют объекты образования. Стоит заметить, что с каждым годом культура водителей за рулем растет, поэтому результат мероприятия заметен. В Люберцах проводят акцию «Трезвый водитель». И, собственно говоря, часть экспозиции мы вот просто сняли, привезли сюда. В картинной галерее заработала выставка «Искусство видеть красоту». А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, доложили руководители силовых ведомств и структурных подразделений. – Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые необходимо обсудить традиционно. Это работа блока ЖКХ. В настоящий момент из всех многоквартирных домов 821 дом уже готов к прохождению зимы. Соответствующие паспорта подписаны и подгружены во из ГЖИ. Из 64 ВНС 29 готовы, что составляет 45%. Из 26 ВЗУ 11 ВЗУ готовы, из 50 КНС 23. Из 82 котельных 46 котельных, а это 56%, к прохождению топительного сезона также готовы. И 45 СТП из 105. В тех же пропорциях 45% готовы сети водоснабжения и водоотведения. Сети теплоснабжения готовы на 55%, 155 километров из 284 почти. У нас проводится в поселке Октябрьский от улиц Текстильщиков замена 850 погонных метров тепловых сетей диаметром 500 миллиметров. Тепловые сети от Котельной на Попово улицы Побратимов 260 метров и в поселках улицы Пролетарской дорожной Лорха Некрасова Карла Маркса. 4,2 километра в двухтрудном исчислении. Всего мы ремонтируем в этом году 5,31 километра сетей. В части ремонта подъездов план городского округа Люберц на этот год составляет 129 подъездов. Из них 105 подъездов ремонтируются компанией ЛГЖТ. На сегодняшний день выполнено 23 подъезда и в работе находится 61. Все подъезды будут отремонтированы до начала отопительного сезона. Следующий доклад. Содержание уличной дорожной сети доложит Казаков Кирилл Владимирович, пожалуйста. В летний период задействовано 102 единицы дорожной техники и 328 дорожных рабочих. За прошедшую неделю проводились работы по уборке смета и мойке дорожного покрытия 412 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улице Кирова, Котельническая, Льва Толстого, воинов-интернационалистов, а также поселке Калинино. Следующий доклад о работе о соблюдении требований природоохранного законодательства доложит Курчигина Ирина Валерьевна. По итогам прошлого года совместно с Министерством экологии проведено 45 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено 80 предостережений, вынесено 10 постановлений о назначении административного наказания и рассчитано 3 ущерба за загрязнение почв на общую сумму 120 миллионов рублей. В этом году работа продолжается, и результаты за первое полугодие вы видите на слайде. Самая резонансная оказалась промзона в деревне Матяково, вблизи реки Чернавки. Регулярно поступают жалобы от жителей ЖК Кореневский форт и СНТ Марусинсад. По указанию главы округа была проведена комплексная проверка, в которой приняли участие МВД, ГИБДД, администрация Министерства экологии. По итогам проверок правоохранительными органами составлено 15 протоколов, а также 4 иностранных граждана выдворены за пределы Российской Федерации. По итогам исследований взятия проб на 8 земельных участках начислен ущерб на общую сумму более 62 миллионов рублей. Ситуация стала меняться в лучшую сторону, и те предприниматели, которые везли раньше грунт, мусор, сжигали, непонятно что, уже получают достаточно серьезные штрафы. Вот одна из компаний 64 миллиона, правильно я не ошибаюсь, получила. Думаю, после этого задумаются лишний раз, как на нашу территорию завозить тот или иной строительный мусор. Коллеги, у нас все вопросы по повестке, есть другие предложения, дополнения. Если нет, то всем хорошей рабочей недели. Люберецкие дворы продолжают приводить в порядок. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды под благоустройство попало 27 локаций. Наша съемочная группа узнала, сколько придомовых территорий уже преобразилось и где еще предстоит поработать. В комплексное благоустройство дворовых территорий включено 6 обязательных элементов. Детские спортивные площадки, озеленение пешеходной дорожки, освещение, парковочные места, информационные стенды и урны для мусора. Первый этап замены асфальтобетонного покрытия завершен по 24 адресам. Три двора городского округа пока находятся в работе. И далее мы приступаем уже к установке детских и спортивных площадок и зон. Конечно, сначала основание, а потом уже сами комплексы и игровые формы. Адресный перечень дворов формируется по нескольким критериям. Прежде всего, берут во внимание обращения жителей и результаты голосования на портале Добродел. Преображение вот этого двора на Щебляково-17 ждали давно. На территории не было парковочных зон и благоустроенного проезда. Сейчас асфальтные работы выходят на финишную прямую. Комплексное благоустройство завершится в конце сентября. Адресный перечень дворов, которые приведут в порядок, в следующем году уже формируется. Луиса Эгиасарян, Денис Заугольников, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается подготовка к очередному отопительному сезону. Этим летом в городском округе запланирован большой объем работы по замене теплотрасс. Одна из локаций, где обновляют трубопровод горячей воды – территория детского туберкулезного санатория в Малаховке. Почему там потребовался ремонт и на каком этапе сейчас работы, выясняла съемочная группа нашего телеканала. Детский туберкулезный санаторий в Малаховке – одно из старейших медучреждений в Подмосковье. Он основан в 1933 году и считается первым подобным объектом в регионе. Сегодня санаторий соответствует всем современным требованиям, критериям и стандартам оснащения. Но солидный возраст все-таки давал о себе знать. Из-за устаревшей теплотрассы здесь периодически возникали проблемы с подачей горячей воды. Система водоснабжения, система теплоснабжения, трубы подачи горячей воды – мы даже не знаем, какого года они есть. Я работаю здесь 16 лет. В общем-то, даже в обозримом прошлом ремонтные работы здесь не проводились. Последние пять лет мы испытывали большие затруднения с постоянным прорывом этих труб. То есть аварийная служба Люберецкой теплосети были нашими постоянными гостями, выезжали сюда, ну, наверное, раз в месяц – это точно. А с начала июля сотрудники Люберецкой теплосети находятся здесь постоянно. Но теперь не для того, чтобы в очередной раз устранить неполадки, а полностью заменить сети теплоснабжения и горячего водоснабжения. По общей протяженности порядка километра, если в однотрубном исполнении, это горячая вода и центральное отопление. Полностью с соблюдением всех технологий, современных материалами работаем. То есть отопление делается трубой в ППУ-изоляции, в лотках с обработкой. То есть и труба для горячего водоснабжения используется пластиковый профлекс. Все это позволит длительно и безаварийно обслуживать и подавать тепло и горячую воду в это замечательное учреждение. Ход капитального ремонта проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, а заодно и ознакомился с работой детского санатория. Специалисты завершат замену теплотрассы и полностью приведут в порядок территорию до начала отопительного сезона. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. Школы и детские сады Люберец готовят к первому сентября. В 59 объектах этим летом проходят ремонтные работы. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях меняют фасады, кровли, обновляют пищеблоки и спортивные стадионы. Глава городского округа Владимир Волков проконтролировал ход проводимых работ. Дошкольное отделение 10-й школы, расположенное на улице Кирова, построено более 60 лет назад. Зимой воспитатели малыши жаловались на промерзание стен. При низких температурах в группах было достаточно холодно. Следующей зимой мерзнуть уже не придется. Здесь устанавливают вентилируемый фасад. Мы, значит, соответственно, закрываем утеплитель первый слой, утеплитель второй слой и сверху закрываем это все плиткой. Проводили также работы по инъецированию стен. Это укрепление стен, если очень просто. То есть это вот там полипропилена для того, чтобы стены не разрушались, если есть пустоты в этих самых стенах. Благодаря современным технологиям малышам будет комфортно в любое время года. Зимой специальный материал защитит здание от ветра и влаги, а летом – от перегрева. Объем финансирования на этом только детском саду – это 8 миллионов рублей. Этот сад входит в образовательное учреждение «Десятая школа». В этом году на территории городского округа Люберцы при поддержке губернатора проводятся ремонты очень масштабные. Общее финансирование – 235 миллионов на все объекты. А в школе номер 10 в этом году обновили футбольное поле. Полностью заменили покрытие, нанесли на нем разметку, исправили профиль оснований. Кроме того, на беговой зоне появилась новая резиновая дорожка. Футбольное поле на территории школы номер 10 мы устраивали, вообще стадион строили лет пять тому назад. Конечно, за этот период времени оно уже пришло в неудовлетворительное состояние, потому что пользуется спросом всех жителей данного микрорайона. Было выделено финансирование, это более 4 миллионов рублей на замену именно резиновых дорожек, беговых и футбольного поля. Работы по состоянию на 17 июля выполнены стопроцентно. Масштабное обновление спортивной зоны потребовалось только в этой школе. В остальных учреждениях проходит плановое благоустройство. Завершатся все ремонтные работы на объектах образования не позднее 15 августа. Луиза и Геозырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовала приемка учреждения образования к новому учебному году. Чтобы проверить, насколько качественно подготовлены объекты к 1 сентября, создана специальная межведомственная комиссия. В нее вошли представители полиции, МЧС, госавтоинспекции, вневедомственная охрана, а также сотрудники администрации, Роспотребнадзора и члены профсоюза работников образования. До середины августа им предстоит обследовать 181 здание. Это все школы, детские сады, учреждения культуры и техникум имени Гагарина. Мы будем проверять наши учреждения, каждый по своему направлению. Возможно, мы будем какие-то дни ездить одновременно всем составом. Если будет необходимость у вас дополнительно свой график составить, это тоже не возбраняется. Но единственное, о чем попрошу, придерживайтесь того графика, который был утвержден постановлением администрации. В некоторых учреждениях проводятся ремонтные работы. И ремонты достаточно глобальные. Общее финансирование было выделено приличное, более 250 миллионов рублей. У нас как на зданиях проводятся ремонты, так и на территориях. То есть благоустройством мы тоже занимаемся. В каждом образовательном учреждении комиссия уделяет особое внимание целому ряду вопросов. Среди основных критериев оценки – обеспечение безопасности, укомплектованность кабинетов, спортзалов, доступная среда, а также наличие учебников и учебных пособий. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков провел очередной личный прием граждан. Какие вопросы поднимали, расскажет Богдан Колесников. Лалина Погуляева проживает семьей в микрорайоне Зенина. Младший ребенок стоит на очереди в детский сад. И семья ищет возможность определить сына в сад на улице Камова. Там открывали детский сад, прям наш дом и следующий сзади. Также есть через дорогу детский сад. Но мы столкнулись с той ситуацией, что нам очень нужно место ему маленькому. И мы можем пока поручить. На 1 сентября этот детский сад уже скомплектован. Там все группы, сегодня уже по 35 человек. Вы в 18-й очереди. То есть вот эти 17 человек, которые перед вами, тоже в льготной очереди, они тоже должны попасть. Тем не менее, вопрос решили сразу. И уже осенью ребенок будет посещать палисадик рядом с домом на Озерной улице. То есть мы можем в палисадик с сентября отвезти ребенка, а потом нам будет, как вот вы на штат, спасибо вам огромное, открыли, сзади дома мы туда можем привезти. Вы уже перейдете. С дальнейшим переводом тогда уже в этот конкур. Владимир Сазонтьев проживает в 63-м доме по улице Кирова. Попросил рассмотреть вопрос сноса старых гаражей во дворе, установить на месте, где проходит теплотрасса, дорожный знак «Парковка запрещена» и благоустроить прилегающую территорию. В жилом комплексе «Тамилина парк» провели день двора и встречу с жителями в формате выездной администрации. На вопросы люберчан ответили глава округа Владимир Волков, руководители структурных подразделений, депутаты. Тему продолжит наш корреспондент. Звонкий смех, песни, танцы и мастер-классы. Так весело во дворе пятого дома по улице Свободы не было давно. В округе День Добрососедства стал праздником семейным. Я пришла со своей семьей, встретилась с подругой, нам очень нравится. И хотим, чтобы такие праздники были всегда. И чтобы мне кто не болел. Нравится доброжелательность, что развлекают детей, действительно занимают детей, развлекают. Мне очень нравится. Я уже участвую второй год в этом празднике. Хотим, чтобы для детей и для взрослых чаще проводились такие праздники. Здесь с каждым годом всё больше и больше детей, и это не может не радовать. И здесь можно не только повеселиться, но и решить насущные проблемы. На соседней площадке работает выездная администрация. Жители поднимали вопросы благоустройства дворов, содержания многоквартирных домов, работой общественного транспорта. Ирина Турчак живёт на Академика Северина. Старший сын, ему 8 лет, любит читать. Но в микрорайоне всего одна библиотека. И книг не хватает. У нас здесь очень много детей. Но ехать куда-то очень с детьми неудобно. Поэтому нам бы, конечно, хотелось всё иметь рядом с домом. Так что если бы нам была предоставлена библиотека, либо было прекрасное оснащение библиотеки школьной этой, и эта новая школа открывается, то мы были бы очень рады. Глава сказал, что обязательно нам помогут. Открывается новая школа, оснащение книг будет. Всё взято под контроль. Долгожданный второй корпус школы номер 51 уже осенью примет 900 учеников. Волнуют жителей вопросы зачисления в детские сады и создания ясельных групп. У нас только два детских сада здесь. Они сегодня укомплектованы в полном объёме. Но мы ощущаем потребность именно для детей, которые младше трёх лет. Конечно же, все дети, которые достигли трёхлетнего возраста, получили места в детском садике на 1 сентября. Строительство детского сада ещё одного на 360 мест ведётся в настоящее время. В новом садике, который откроют в следующем году, предусмотрят ясельные группы. И вопрос очерёдности в этом микрорайоне будет решён. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. С 8 по 28 июля в Московской области проводят социальный раунд «Трезвый водитель». Госавтоинспекторы выявляют водителей, управляющих транспортным средством, в состоянии опьянения. О результатах рейда, которые провели на Егоревском шоссе, расскажет Богдан Колесников. Вы употребляете взрывом транспортного средства? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Хорошо. Пожалуйста, возьмите памятку, соблюдайте право дорожного движения и помните, что алкоголь исхажает реакцию. Водителям напоминают о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и ответственности за нахождение в нетрезвом виде за рулём. Чем чаще, тем лучше. За рулём никогда нельзя принимать алкоголь. Это беречь себе здоровье и другим людям. За нарушение правил дорожного движения, связанное с употреблением алкоголя и других запрещенных веществ, предусмотрено лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч. Стоит заметить, что с каждым годом культура водителей за рулём растёт. Поэтому результат мероприятия заметен. На время проведения раунда инспекторами будет отрабатываться территория СНТ, места массового отдыха граждан водоёмов, сельские территории. Также работа будет проводиться в режиме массовых проверок. В Люберцах прошло заседание для руководителей стоматологического профиля «Школа главных врачей». Участники встречи, представители здравоохранения и общественники обсудили актуальные вопросы качества медицинских услуг. За дискуссией наблюдала съёмочная группа нашего канала. Тема очередного заседания «Школа главных врачей» – менеджмент качества в стоматологии. Большую роль в этом важном вопросе играют не только руководители медицинских учреждений, но и представители общественных организаций. В настоящий момент реализуется проект при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. В частности, у нас получается Общественная палата Московской области и нашего городского округа. Которая программа, что вы, общественные организации, станете нашими коллегами. «Благодаря такой совместной работе Общественной палаты и Минздрава Московской области была подписана резолюция, благодаря которой мы проводим теперь «Школы главных врачей», на которой мы не только как коллеги можем между собой обмениваться определенным опытом, какими-то наработками, но и взаимодействовать с общественными организациями, слышать ваше мнение, прислушиваться и, скажем так, вводить какие-то изменения в нашей работе». Ещё одна тема, которую подняли на заседании – реализация проекта «Зелёный коридор». Он направлен на ранее выявление онкологических заболеваний полости рта. В конце прошлого года на территории Московской области прошла акция «Неделя онкоскрининга». Стоматологи выходили на предприятие и проводили обследование. «Было отсмотрено более 5000 жителей Московской области. И мы выявили именно благодаря люминесентной стоматоскопии уже проявление онкологии в полости рта, о которых наши пациенты даже и не знали». Проект, благодаря которому удается снизить процент позднего выявления опасных недугов, получил своё признание и продолжает развиваться. А подобные встречи стоматологов, где подводят промежуточные итоги работы, проходят на территории Московской области регулярно. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жительнице посёлка Томилино Цилле Львовне Веббер исполнилось 100 лет. Как юбиляру удалось дожить до такого почтенного возраста, сохранив оптимизм и силу духа, узнал Богдан Колесников. Цилле Львовна, в чём секрет вашего долголетия? «В работе, наверное. Работала, трудилась в доме, потому что у меня как бы частный дом у нас самый. Ну, есть огород, были овощи, свои овощи, свои фрукты были. Всё было самое. И всё было своими руками, руками мужа, которого уже нет очень давно. А сейчас-то выращиваете что-нибудь? Сейчас, да, кабачки». Цилле Львовна в огороде целый день. Выращивает пионы, мальву и розы. Любит читать, разгадывать кроссворды и вечерами пересматривать старые фотографии. В годы войны Цилле работала в колхозе. Уже в мирное время в Министерстве автомобильной промышленности СССР и Институте обогащения твёрдого топлива в посёлке Вуги. «У нас было какое-то летое института, я не помню уже какого. И вот этот директор создал очень хорошие такие эпиграммы. Ну вот в одной из них я. Значит, дам канцелярии Вебер, ЦЛ Вебер. Так, через руки этой дамы проходили караваны, писем, документов без крутых моментов». Сегодня у Цилле Львовны не смолкает телефон. Звонят из разных уголков страны. Поздравить юбиляра приехала и заместитель главы округа Виктория Бунтина. «Очень рада познакомиться с вами. Конечно же, поздравить с таким замечательным событием. Но это прекрасно, когда человек отмечает такой юбилей. Есть у нас такая добрая традиция в Московской области. Те промыслы, которые есть у нас, это жостовские подносы, это павлопосадские платки и так далее, тоже должны получать очень значимые для нас и очень важные люди». Многие страницы большой биографии она до сих пор хранит в сердце. Сейчас главная ее гордость и одушина – четверо правнуков и две внучки. «У нас мировая бабушка, она сейчас рассказывает, как она о нас заботилась, и это правда. Вот мы приезжали летом сюда, и это дом нашего детства, понимаете. И ты маленькая до тех пор, пока ты можешь приехать и сказать бабушке, «Бабушка, привет!» И она скажет тебе, «Я твоя бабушка, должна меня слушаться». Это в любом возрасте прекрасно. «Бабушка у нас потрясающий человек, ее любим мы, ее любят наши дети, мы постоянно к ней приезжаем, и просто не могу себе представить мир без нее. Все тут ее любят, и вся улица ее любит, и, по-моему, весь поселок тоже ее любит, приходит к ней советоваться». Целья Львовна «Выбор» – в очередной раз готовиться встречать гостей. За праздничным столом соберутся родные, друзья и соседи. В картинной галерее открылась выставка лучших дипломных работ выпускников и преподавателей Гжельского государственного университета. Мероприятие, которое прошло в рамках проекта губернатора «Лето» в Подмосковье, собрало в музейно-выставочном комплексе настоящих ценителей красоты и искусства. Тему продолжит наш корреспондент. Живопись, графика, керамика, декоративно-прикладное искусство, проекты по графическому и пространственному дизайну. И все это в одном зале и на одной выставке. Такой подарок представители Гжельского государственного университета сделали в честь большого юбилея. «Конечно, показать все то, что делается и сделано в нашем университете за 125 лет существования, ну, в этом году 125 лет университету, это невозможно ни на одной выставке. Поэтому мы постарались отобрать, ну, вот такое, во всем многообразие работы. У нас есть художественный совет, у нас есть музей. И, собственно говоря, часть экспозиции мы вот просто сняли, привезли сюда». В зале картины и галереи представлено более 150 работ. На торжественном открытии выставки присутствовали авторы некоторых произведений. Среди выпускников Гжельского университета – житель городского округа Люберцы, скульптор и заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников. В первый же день работы выставки зал картины и галереи полон зрителей. «В целом экспозиция очень радует, и радует и глаз, и удивляет мастерство, как уже состоявшихся мастеров, потому что мы видим здесь работы заслуженных народных художников, так и мастерство только начинающих творцов. И чувствуется высокий потенциал. Я думаю, что ребята со временем раскроются и будут показывать очень интересные работы». Посетить выставку «Искусство. Видеть красоту» жители и гости городского округа смогут до 5 сентября. Вход на неё бесплатный. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok